Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на обзоре варкапа под номером 228 карты RDF.com 44 от преда Xeon. Ну и давайте, в общем-то, не будем затягивать, начнем. Видим мы на старте, что у нас появляется рокет и красный. Красный у нас появляется постоянно, мы его можем брать хоть сколько раз. А вот на ракете стоит вейт минус один, поэтому более чем один раз мы ее взять не сможем. Лазеры сразу как бы нас предупреждают, что дороги нету, тем более что они красненькие и очевидно, что нас убивают. Здесь вода также убивает и везде эта вода тоже убивает. В общем-то давайте начнем. Здесь у нас две ракеты, в любом случае используется, чтобы сюда перелететь. И далее нам дают, вот на или полосе, дают плазму, дают 25 патронов. Их должно быть более чем достаточно. Видим нам, в принципе, куда надо, да? Давайте сюда и последуем. Здесь у нас отобрали плазму. Отобрали плазму, дали одну ракету. И далее у нас все те же красные лазеры и вода. Вода, она убивает. Говорят, что вода это жизнь, нет, вода убивает. И вот опять. Ну давайте как-нибудь. Ох. Продвинемся дальше как-нибудь. Так, дальше сюда пропрыгнули. Ракету мы использовали. Можно и без ракеты, но сейвить ее здесь нету никакой необходимости. Надо будет, конечно же, сразу стрелять. Здесь у нас очень классные детализированные ступеньки. Здесь очень круто. Детализированный потолок, кстати, который, не знаю, убивает ли. Да, он убивает, да, все. Все, здесь на этой карте все убивает, потому что это олдскуль. Это олдскульный маппинг, который убивает все. Все, что движется на карте, его убивает. Ну, ёпта. Ой, ну давай, ну давай, пройди уж ты. Карта маленькая, да, проблем с историей, очень жесть. Так. Далее. Дают нам здесь две ракеты. Вот здесь вот набрать больше мы не можем. Как и на том триггере, тоже набрать больше мы не можем. И на плазме тоже набрать больше мы не можем. Поэтому просто идем дальше. Видно, что нам нажим наверх. Давайте наверх и проследуем. Идем наверх. Здесь небольшой косяк по текстуркам. Но это олдскул, это нормально. Так, и где-то вот здесь вот. Вот здесь нам дают БФГУ. И начинается хорошая часть геймплея, самая моя любимая часть геймплея с БФГУ, где нужно попадать в эту трубу. Тут труба, кстати говоря, как ее начало, вот эта белая полоска, она сликовая. И нужно здесь постоянно отстреливаться с БФГУ, чтобы очень быстренько туда наверх вылететь. БФГУ, в принципе, в любом случае будет достаточно. Патронов, по-моему, по умолчанию 50. А, нет, по умолчанию 20. Но, кипа, да. За роуты я не знаю. Давайте я вам просто расскажу, как можно чего сделать. Но делать сам не буду, потому что это может оказаться достаточно долгим. В общем-то, здесь нам нужно максимально, естественно, скорости развить, чтобы туда приземляться. Есть несколько вариантов. Можно, значит, основных даже, ну, так скажем, два варианта. Либо мы делаем, допустим, вот так вот, нажимая прыжок на этой платформе. И благодаря этому мы можем уже сразу к стене приземлиться и начать плазмить сразу же. Вот. Есть второй вариант. Мы делаем со скольжением. То есть там у нас слик, мы можем проскользить, и даже может получиться набрать скорости немножко. Мы приземляемся примерно перед триггером. Делаем один прыжок и начинаем, опять же, плазмить с более ровной траекторией. Есть третий вариант. Мы делаем с прыжком. Но при этом мы делаем ГБ, выравнивая себя по траектории более прямо, и начинаем сразу же плазмить туда. Как правило, вот это самый будет быстрый вариант. Мы туда попадаем где-то 1500 у нас УПСов. И попадаем на ракету. На ракете здесь, естественно, в ЦП, по крайней мере, без вариантов. Мы просто делаем ГБ и туда сразу перелетаем. В ИКУ-3 я не скажу, как это будет, поэтому... Ну, увидим все. Все равно более подробно увидим темпы. Здесь мы получаем на большой скорости две ракеты. Естественно, одну мы стреляем в стену. И одну... Делаем даблджамп. Даблджамп, так как у нас скорости много, получается высокий. Делаем даблджамп и отстреливаемся от края рампы, чтобы получить там 1200-1300 УПСов. Далее мы летим. По спейсингу все так сходится, что мы приземляемся прямо в момент, когда нам дадут БФГУ. И начинаем плазмить. Ой, плазмить. Стреляя из БФГ. БФГажить, как бы. Вариантов с БФГ тут тоже несколько. Кто на что гараст, естественно. Но лично на моей памяти я использовал два вида. Один из... Это когда мы с Димоном делали роут. А другое это когда я делал эту карту на мувик. Когда я делал на карту на мувик, я просто стрелял, по-моему, по стене несколько раз. И потом попадал в эту трубу и отстреливался как-то вот типа спиралью. Кто-то, я думал, так же отстреливался. Я сейчас, конечно же, не реализую в полной красе этот роут. И второй вариант. Мы отстреливаемся один раз от стены диагонально. И делаем цел баг. Пытаясь приблизиться к центру. Чтобы в эту трубу залететь. Такой роут намного быстрее. Если выставить правильный угол, если все хорошо отстрелится, то при влете в эту трубу уже бывает 200-200. Но это в идеале. Конечно, бывает и меньше, но... Вот как-то так мы прилетаем. И здесь еще такой важный момент. Потом стрелять в эфиги очень-очень надо правильно. Чтобы здесь потом сделать даблджамп и подлететь в финальную трубу вверх. Очень-очень быстро и очень быстро финишировать. БФГ, по идее, это самый здесь ресурсозатратный трикс. Особенно, если сделать с цел багом. Потому что вот эти все пустые, вот эти вот все рокеты, это все фигня. Это тренируется буквально, ну, за пару часов можно уже более-менее стабильно делать. Но, вот это БФГ, это просто что-то с чем-то, потому что там постоянно то головой втыкаешься, то еще что-нибудь. Что-нибудь, да блин, с этой БФГ, поэтому... Я думаю, что многие ругались на БФГ именно, а не на весь основной геймплей. Особенно в ЭКУ-3, может быть, это было как-то затратно. Ну и, в общем-то, давайте перейдем к демкам. Затягивать опять же не будем. И ЭКУ-3, демок тоже у нас много, но они все коротенькие, поэтому я думаю, сегодня мы справимся быстро. 25 и 3, сэкоплумны. Из России. Дважды пугашен. Так, неплохо, через внутренний патт проходил. Неплохой вариант. Ой, еле залетел вообще-то. И также с целым багом, почему нет? Просто, ну да, по спиральке. С кнопочкой назад он просто по спиральке забрался. Ну, неплохо, неплохо. Прокипал. 18 и 5. Так. Неплохая плазма. Уже по внешней стороне проходил. Намного больше скорости сохранил. За счет этого основной плюс. Здесь тоже побыстрее поднялся. И с бфугой. Без всяких целых багов. Просто хоп-хоп-хоп. И забрался наверх. Красавчик. Димрок. На секунду быстрее, чем прокипоп. Так. Начало точно такое же. Единственное, здесь с ракетой, но он лучше отстрелился. Еще и с кем получился. Еще и здесь нормально. Ну, вообще, все нормально получилось. С бфугой, конечно, немножко запекало. Видимо, занервничал из-за того, что получился большой плюс. И просто по спирали забрался наверх. Красавчик. Объясню для тех, кто не знает, почему по спирали. Потому что в экутре нету, во-первых, аэроконтролей. Вы не можете прижаться к стене толком. Во-вторых, бфга очень, так как она очень скорострельная, она очень хорошо отталкивает от стен. Поэтому в таких узких трубах, в таких узких помещениях очень выгодно по спирали двигаться. Как бы. И, ну, при этом, конечно, выставляя правильный угол. Можно там, я думаю, около 65, наверное. Чтобы нормально. Вот. И по спирали тем самым забираться. Ну, я думаю, что мы увидим еще хорошую спиральку. 17-5, Headhunter. Очень хорошо. Но здесь по траектории так все уж сошлось, что не самым удачным образом он врезался в стену и потерял очень много скорости. Здесь более ровно залетел в трубу. И за счет вот как раз вот этого ровного залета и то, что бфга получилось хорошо, он и отжал вот эти 80. То есть у геймрока первая часть очень хорошо сделана карта, а у Headhunter вторая. И это очень круто. На секунду и два быстрее. Ходерол. Из Шри-Ланки. Так. Ага. Так. По внешней стороне все хорошо. Тысяча на вылете. Здесь тоже все хорошо. Рокет наперед делал в рампу. Вот это круто. Вот это круто. И залетел от стены. Да ладно. Офигеть. Нормально. Вообще очень классно прошел. Очень хорошо прошел. Вот это Рокет наперед. Это просто ништяк. Демку... А, да. Я помню про призы за оригинальность. Пока что некому. Декус. Если кому-то будет, то я обязательно отдам. На тысячу оттолкнулся. Достаточно неплохо. Наперед не закидывал. Стрелял просто в рампу. И тоже залетел в трубу очень хорошо. Никуда не торопился. Просто тихонечко. Хоп-хоп-хоп. И залетел. 15.8 риммич. Единственная онлайн демка. Очень хорошо отстрелился. Прям выглядит технично. На самом деле. Тысяча... Сто почти 1200 здесь отстрелился. Все неплохо. Тоже Рокет наперед закидывал. И 600 вообще от рампы отлетел. И здесь тихонечко, да-да-да-да. Ай-яй-яй. Как же так? Как же так, риммич. Блин, так запоролся. Мог вообще классно сделать. Ну, блин. Тем не менее, братан. Вообще классно. Очень классно пришел. Прям понравилось. Нормально. Рокет хорошо слился. Все нормально. У него 15.6. Даже красный выбрал. Ну и нафиг его. Церно здесь снова дают по ним. Так, тысяча на вылете. Будет ли закидывать Рокет? Нет. Ну, в ЭКУ-3, как мы видим, закидывает Рокет наперед. Самый эффективный вариант. И очень хорошо, быстро поднялся. 15.6. Все хорошо. 14.5 на целую секунду отрывается. Хардкор. Хардкоре. 900.000 на вылете. Это очень классно. 1300 практически. 1300 здесь также оторвался. Очень, очень быстро. Очень хорошо. Ну, здесь, конечно, как-то хаотично он стрелял. Если бы выработал стратегию, которую придерживался бы, то был бы все еще лучше. 14.2 на 300 перебил Вазакен. С пиджампом, как мы видим, но скорости, тем не менее, не больше. 1200 здесь неплохой отстрел на 1100. Наперед тоже не закидывал. И здесь задом он решил, почему бы и нет. И вот. Да, 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 да. Вот. Очень, очень классная БФГ. Я думал, что всем надо взять пример Закюена. Пока что. Опа! Пуш за темпо. Это, по-моему, CXE. Насколько я помню. Привет, братишка. Давно тебя не было. Надеюсь, у тебя все хорошо. Если что, пиши в комментариях. Перебил Закюена. Тоже спиджампом, но скорости пока что тоже не больше, чем у Хардкора. У Хардкора пока самая хорошая скорость здесь на всей дистанции. А вот БФГ напротив у Закюена. Но вот нет. Пуш за темпо тоже очень, очень классно у него получилось. Да, но вот по центру это, конечно, очень круто получается. И Хейз плюс 700 сделал. Тот самый Хейз тоже давно тебя не было видно. Привет! 900 на вылете. Хорошая плазма. 1350. На 1150 отстрелился. И очень даже хорошо поднялся. Не по центру, но тем не менее залетел все равно очень хороший контроль у Хейза. В плане своего игрока, поэтому все у него хорошо. 13.0 монстрик. Сказал он, что вот буквально перед обзором, он сказал мне, звонит и говорит, Братан Вуди, бля, буду плюс 400 не донес. Понимаешь, такая вот беда, я вот не успел, вот не получилось. Ну вот так сложились обстоятельства, представляешь? Плюс 400 не донес. Очень, очень быстро пока что. Да, да, очень, очень круто. Очень круто прошел. Единственное, вот в этой трубе надо, мне кажется, угол делать чуть ниже. Не такой слишком тупой, да, 50 градусов почти. Надо чуть ниже, мне кажется, угол делать и будет прям вообще окей. Я думаю, там мне надо где-то 65 и выстреливать диагонально как бы. Ну, нормально, нормально. Типа говорит, плюс 400 было не донес. А плюс 400 это уже кианнекс, это уже, это уже все. Игл тот самый, тот самый Игл. Никто его уже не знает, потому что все старички ушли. Но я, я помню тебя, Игл. Ты просто красава, молодец. Отправляй демки почаще практически. И 900 Игл, ребят. 1260. Здесь 1200. Все хорошо. Видно, что руки помнят. Очень быстрая БФГ. Да, да, да. Очень быстрая БФГ. Но, опять же, если бы он поднялся с более хорошим углом, было бы все очень круто. Топ-3, кстати говоря, от Игла. Поздравляю тебя. Все очень круто. Ну, за оригинальность я не знаю тут кому, некому пока отдавать. Рекрут 12.8 на 200 быстрее, чем Игл. Я думаю, все дело будет именно в подлете в самой трубе наверх. Потому что там нужно каждый патрон прямо попадать в идеаль. 1000 на вылете. 1300. Ну, вот и здесь тоже, да, 1200. Ну, вот он гораздо здесь быстрее рекрут проходит. И, видимо, где-то у него будет минус. Да, судя по всему, у него БФГ залет в самой БФГ медленнее. А труба примерно так же. И за счет чисто старта вот эти 200, возможно, выиграл. Кенекс. Первое место занимает. Поздравляю тебя, рекрут, со вторым. Кенекс. Поздравляю тебя с первым. Просто красава, считай. Я задрочил, я, говорит. Бля, буду, говорит. Возьму этот раунд. Я взял. Все, прошел. 1200 отрелся. Здесь достаточно мало скорости. На самом деле, номер отрелся на 800. И БФГ очень быстро получилось. Поэтому, собственно, вот он и отрыв. Океан-Экса. Большой-большой молодец. И давайте перейдем к ЦПМ. Дахаки. Привет. Знаю, ты ждал того обзора. Но он еще не вышел. А точнее, уже вышел. Потому что уже пятница. Вечер. Третье марта. Ты смотришь. Так. Прыгал просто по центру. Рокет, кстати говоря, был неплохой. Здесь тоже. Как я, грубо говоря. Просто прыг-скок-прыг-скок. Здесь от рампы. От стены. Все хорошо. С БФГ просто поднялся. Ну и здесь, конечно, для неопытных рук. Такая БФГ представляет собой некоторую сложность. Но в целом, прошел неплохо. Нигде не запоролся, что важно. Нигде не застрял. Поэтому, не знаю. Просто красава. Нормально прошел. Прошел очень хорошо. 17.1 хэдхантер на 3 секунды перебил. Ой-ой-ой. Подосликал немножко, а потом слился. Интересно. Ой-ой-ой. Зацепился. Ну блин, ну перепройти надо было. Ну как хантер. И на будущее вот из этого роута, особенно в начале, всем внимательно сейчас слушайте, старт таймер находится при вылете из этого окна. Давайте я даже с таймскейлом вам покажу. И чем раньше у вас будет высокая скорость, тем лучше и тем положительнее для вашего таймера. Хэдхантер, смотрите. Он отстрелился, запустил таймер и только потом отстрелился. А если бы он отстрелился уже после... Точнее перед таймером у него будет тайм, даже если бы он так же кривенько прошел, у него тайм был бы в разы лучше. Поэтому, ребят, имейте в виду, что максимальную скорость нужно развивать перед старт таймером страция. Желательно. Это и стрейфа касается, особенно при джампах. Чем дальше вы от старта будете тот же сёркл делать, тем лучше для вас. Понятно, что там спейсинги, там хуейсинги и всё такое. Но имейте в виду, что этим надо пользоваться. Барен, перебил хэдхантера на 500. Тоже отстрелился прямо в окна. Но здесь в целом, по-моему, скорости у него побольше. Ну и угол с бафиги, конечно, да. Но тут ничего не скажешь. По этой карте, в принципе, ничего не скажешь. Она очень маленькая. Понятно, что там углы и вот это всё нужно обязательно тренировать. Но прошли, как прошли. В принципе, это красавчики, что отправили демку в целом. И Космобайкер, кстати говоря, перебил Барина на 600. Точнее, на 800. Тоже вот отстреливался из окна, это неправильно. Хотя, ну кто как смог. Я не говорю, что типа, ааа, фу, дымка, говно. Я просто говорю рекомендации. Ой-ой-ой, как соцепился. Ну-ка Смобайкер, ну не перепройди ты. Видимо, получилось ещё как даблджамп там. И очень быстро, высоко подлетел. 15-1 деку на 700 перебил дедхантера. Фу, Космобайкер. Ага, вот такой вот роут избрал для себя деку. Очень рано по идее отстрелился там. Это, конечно, положительно сказалось на его тайминг. Тоже зацепился в бафиге. И сама труба пройдена. У-жа-сно. Поэтому деку старайся гораздо лучше. Старайся, потому что что-то ты фигню куда-то отправляешь. Азерол, 13,9. В бафиге главная точность, ребята. Вот, а слился перед окном. Это плюс. Почти как и с 2-3 вроде, да? Проходит. 100 скупинь там пропрыгал, всё хорошо. И зацепился на бафиге. Ну, ребят, ну... Перепройдите вы, блин, сделайте пофигу нормально. Ну, ребят. Ну, серьёзно, как к этим. Сенат. 13-2. Потому что не зацепился в бафиге. Смотрите. Скорости даже поменьше. Стрейфить, не стрейфить. Ну. С тыл бага вообще залетел. Сенат, ты чё там? В Риме укурился, что ли? Чё за рот, Сенат? Ай, Сенат. Вот это жёстко, да? Вот это жёстко, да. Ну, красава, красава. То, что ты это сделал, это очень хорошо. Арткор. На 300 перебил Сената. 12-9. Так, отстрел на 800. Но это очень медленно. Типа, выкутри ещё, простительно. Но, блин, ребят, в ЦП на 800 вылетать с этого окна, вы серьёзно? И здесь просто не зацепился, и просто чётенько так хоп-хоп-хоп. В трубе, правда, очень долго поднимался, потому что угол кривой поставил. Но, тем не менее, прошёл. Дали по полинию с 12.8. ЦФГ выйди, босс. Пятая неделя ДФ-копс. Вот, угол. Просто, чувак, не стал паниковать. Тем более, в ЦП по спирали не обязательно стрелять. Просто выставил сразу угол и поднялся очень быстро. Красава, это большой тебе плюс. Римыч. 12-7. Перебил на соточку. Как ни странно. Так, 1400. Здесь всё хорошо. К сожалению, не получилось. Это был джантом. И в трубу нормально залетел. И также по спирали поднимался. Всё хорошо. Всё хорошо. Кимрок. Православные 12.6. На 900 вылетел. Неплохая плазма. Отстрел 1400. Всё хорошо. И с обратным рампингом залетел. Аааа, Димон! С обратным рампингом, сука. Очень круто, Гибрад. Очень круто. Пульмар, тем не менее. На 300 тебя перебил. И пусть весь мир подождёт. Оооо, тысячу ещё задом такой старт, очень классно. Очень, очень классно. Уйвар, ты чё там? Просто красава. Только смотрите, не торопяйся, куничка. Я, говорит, слишком ленивый, чтобы мышкой вертеть. Поэтому вот вам такая вот демка за 12.3. Кайфуйте, ребят. Чильте, чильте, говорит, под мою демку. А мы почилили. Очень классная демка. Спасибо, Ульмвар. Эфиоп, 12.0. На 300 тебя перебил. Ульмвар. Ты уж извини, в Эфиопе все такие. Очень, очень, опять же, мало скорости. Ну, мы дойдём до демок, где будет нормально скорости. Я поэтому не говорю ничего. Типа, вот как надо было. Сейчас всё увидим. И залёт с БФГ очень хороший. Не получился, к сожалению, прыжок на этой рампочке. Поэтому... Но подъём очень медленный. Так, 12.0 монстрик. Так, на 1000 почти вылетел, как хорошо. И залетел хорошо. И прыжок нажал на рампе. Очень, очень хорошо получилось. Прямо вообще, вот по красоте, братан, сделал. Всё хорошо. Линки, Денвер. О, мээээн. Теперь я скажу что-то про твоё лоу-скиллы и тюнику. Но нет. О, слишком медленно. Да, слишком медленно. Но... Да, просто БФГ будет хорошо. Так, первая часть, очень медленно. Я думаю, что вы... Вы увидите. Soon. Как... Как... out will be correct против 11 8 деку ведь не могу скользил прокипом медленно-медленно скорости конечно больше но это медленный сожалению в фига получилось хорошо в фига до подъем подъем заходи очень хороший в трубе опять же ничего почти не набрал но тем не менее дима сделал на фрейм быстрее тоже очень медленный вылет кстати там нетлайд говорил что карта весьма рандомна для него по крайней и получился кстати говоря бфг получилось очень даже ничего красавчик ухала перебил на соточку получился даже небольшой гб да как я понял но без особого нагора скорости и подъем с бфги как ну можно и лучше конечно но но да нормально нормально ну вот дед неплохо дедулька вернулся дед привет ради чего ты это послал рудик орудий сделано конечно все технично но блин ротто медленно рудик час дела рудик и в бфг они очень быстро как же так-то рудик 11 5 холи бро рф рф свои свои ребята поле так так вот 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 хоть кто-то начал делать все поле поле ты просто поле красава я не знаю ой ой как залетел еще четко жаль прыжок не нажал на рампе перед подъемом но так залетел очень классно очень классная демка холи красава если ты тем более если ты очень редко играешь что это демка прямо почему ты не играешь что если у тебя такое получается 11 4 шалон шалон бонсуа он шире да такой момент нужна от ух от ух что ух 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 Я не знаю, это очень тяжелый мап, нужно больше технических Это не ваша проблема, я думаю Один из три кипиш из Челябы Челуя Винск Ой, какие отстрельчики, он еще и пострейфил, посмотрите на него Посмотрите, что творит этот молодой человек РФГ не самая быстрая, без целебака и все такое, но прошел достаточно чистенько Достаточно перфектно Но варпак, варпак, тот самый варпак, который почему-то не написано, что он undead Не знаешь, почему варпак? Потому что, может, тебя кикнули из-за того, что ты не пишешь undead 1000 вылет, это на самом деле очень медленно Хороший гб на 1700 Вот, вот Только вот второй рокет был не совсем правильным, его надо было прямо в рамку кидать, перед рампой точнее Ну, мог бы у нас посоветоваться, но варпак, ты же с нами в команде, блин Мы вон с этим, с димоном, с там-сямом, роут, значит, разрабатывали там, искали чё, кого Присоединился бы, подсосал бы чуть роута и все, ну Виж из Польши Ну, в варпак так не пойдет, ну, блин Пока тут я Виж из Польши Виж Слали Виж 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 В TJ Khabib Виж Виж Да, почти. Настой пик. О, мой гад! Очень-очень. Верно-очень бфг. Первая главная часть – это очень хорошо. И хорошая грандбост. Но... БФГ-парт реально ссок БФГ-парт Я любил БФГ, просто я Торнер, плюс сотку здесь Очень круто, что задом Но роуд медленный, Торнер Очень медленный роуд Даст цел багом Получился прыжок Но угол потом при подъеме с БФГ неправильный Поэтому у тебя такой минус Хейз, сразу у нас Торнер, нету промежутка 10,7, хуяк 10,0 Ну давайте посмотрим, Хейз 10,0 Красавчик, красавчик, почти Закена перебил Это между прочим 4 место Точнее у Хейза 5 А у Закена 4 вроде был Так, 1100 Просликал Сделал ГБ, который не дал скорости Но придал больше траектории И опять же не совсем правильно Роуд Как-то истерично, на мой взгляд А, Ю, это Хейз Теперь знаем Истерично немного, на мой взгляд БФГОЙ пострелял Можно было и поровнее Но нормально, тайм хороший 10,0 за QN Четвертое место Вроде Или третье Ча, посмотрим Так, 1100 Не самый хороший вылет Начинал плазмить, кстати, заранее Это очень хороший знак Это плюсик тебе Кинул Рокет наперед И очень четко отстрелил Всю БФГУ Вообще, демка Демка супер четкая Роуд не самый лучший По сути Старт не очень А БФГ очень классно БФГ хорошая Да, это третье место было Хейз 4 занял Красавчик Поздравляю тебя за QN с третьим Илютиум 8,6 Второе место Тут медленно Очень медленно Тут слоумен А, у него просто БФГ получилась норм И все У него просто норм БФГ Демон У него роуд Демон Демон, красава 8,6 Гуд демон, но Очень медленно Первая часть Попробуй лучше Попробуй лучше Поехали Демон Так, 1200 Подстрейфил 1300 1500 За МГБ Повернул Плюс 300 Вообще Здесь БФГ БФГ Да, мы выиграли Демон Мы победили Очень хорошо Теперь давайте посмотрим В небольшом замедлении 0,5 Разберем, так сказать, по полочкам То, что успеем В таймскейле 0,5 Я постараюсь Говорить Как Эминем Но в Ику-3 Я мало что скажу В Ику-3 мы просто Посмотрим Потому что это красиво Потому что у Кен-Экса Очень классные ракеты Очень классно Вообще у него все Получилось Очень классно В рамку отстрелился И потом в рамку В верхнюю попал Да И ВФГ Конечно Получилось Пару Патронов Конечно Просрал Но Это не критично Братан Все Все Вообще Классная Ой Куда я выйду Так И Тути шмрути Фрути Там Сям Жвакач Блакач Тралалалалакач Ахали Давай Вон Как Луки Молодцы Правда У тебя старт Конечно Немножко Медленнее Но Это Вообще Ну Вообще Пострейфил ГБ Не самый хороший Но 1500 За там ГБ Потому что Траектория Лучше Плюс 100 Здесь Отстрелиться Здесь Отстрелиться 1300 И здесь Очень хорошо Попал 200 Залетел Но потерял К сожалению Там и верхнюю И Очень хорошо Поднялся Красава Просто Просто Красава Почему у тебя написано Deadclan Про сервер Сука Просто молодец Просто молодец Я не знаю Очень классно Мы трудились Мы реально трудились Я пытался Но мне честно говоря Лень было Я хотел тоже Отправить демку Я хотел перебить Там всех Типа У меня чеки Получается Еще лучше Были Там Ну у Димона Тоже Естественно И у Литиума Я не сомневаюсь Тоже были Хорошие чеки Но Типа Короче Я не буду Лишнего Оправдываться Не послал И не послал Собственно И собственно Давайте Перейдем В бровзер Наш Димон Кроссовчик Сука Как я рад Как я рад Он меня перегнал Теперь Он меня перегнал Придется отправлять демку На следующий варкап Который У нас Давайте я его сразу Посмотрю 229 CGS.com 34 Изи Изи сделаем Изи сделаем Братан Все сделаем Такие вот у нас Демочки Очень классный Импульсивный финиш Варкапа Получился Импульсивный Финиш Обзора Я уже немножко Подустал Хардкор Минус 4 Потому что стараться надо Лучше Между прочим Дхаки Плюс 1 Ничего страшного Еще подрастешь Корейский деку Получит бан Если не перестанет Бухать Сить Хабиб Жили из Красава Сейчас Красава Не но И Тоти Фрути Безусловно Молодец Очень старался Прямо Не знаю Но я рад Я реально рад Вот Когда я буду Буду еще рад За то что меня Перебили Блин Ну типа Ну внутри Вот искренняя радость За Тоти Фрути Потому что он старался Мы долго этот роуд искали Мы последние два дня Только этот роуд нашли Грубо говоря Нашли Мы постоянно общались Там сидели в Дискорде Обсуждали Че кого И вот Последний буквально день Даже Я ему говорил Что Братан Давай Пострейфим После окна Нормально Плюсик будет Он пострейфил Все Сделал ГБ не самый оптимальный На этом потерял Наверное Около 40 Я думаю Потому что Там можно 1600 где-то делать И 200 Вылетать Ну на 2 Он там Вылетел Ну нормально Оптимально Все по среднему Так прошел Но сказал что БФГ не очень хорошо Получилось Это значит Что надо еще плюс сотку Минимум Так что Все ребят Всем спасибо Всем удачи Ну Кианекс Безусловно Я в Кутри Типа Такое Про ЦБ Про то Всем поговорил А в Кутри А зачем В Кутри Там эти Сидят Своем Селе В Кутришном Ну В общем Очень рад Видеть Игла Игл Давай возвращайся Я понимаю Что там У тебя Скорее Все Семья Работа И все Такое Но если Ты это Смотришь Либо Это Смотрит Тот Кто Знает И общается С Иглом П900 Вообще Легендарный Клан И я думаю Что Ты кстати Знаешь Монстрика Игл Это Монстрика Это БГРок Я думаю Что Типа Короче Игл Смотри Заходишь В команды Смотри И А у меня Здесь Нету Короче Что тебе Надо Подавай Заявку На создание Команды У меня Ее нету Потому что Я Сам В команде Поэтому Ну В общем Создавай Команду П900 И давай Прямо Возрождать Я не знаю Я тебе помогу Если что С набора Вон Хей Забери Классный Чувак Там Монстрика Забирай Рекруто Можно Не знаю Ну Можно Навербовать Обратно И П900 Воскресить Это будет Очень круто На этом Все Ребят Все Всем Спасибо Всем удачи И До встречи На стримах Всем пока